Трешовые истории про Яжи Мать с форума Reddit. Взрослым нельзя играть в Pokemon Go. Яжи Мать получила по заслугам от ЛГБТ. Яжи Мамку наказывает её муж. Яжи Мать против адекватной матери. Мгновенная карма. Взрослым нельзя играть в Pokemon Go. Прошлым вечером я решил пойти на местное озеро и там встретиться с другом, чтобы поиграть в Pokemon Go. Вокруг озера есть десятки Pokemon Стопов и несколько спортивных площадок. Так что это отличное место для такого развлечения. Мне на тот момент было 22 года, а другу 28. Была тихая ночь, вокруг находилось не так много людей. Мы подходим к парку и нашей стартовой точке. Замечаем, что скоро начнётся рейд. Поэтому забрались в укрытие, чтобы начать играть. И я не знаю, как это объяснить, если вы не знакомы с игрой. Кроме нас, в этом месте почти никого не было. Совсем рядом, через тропу, находился парк. Там гуляла мама с двумя детьми, едва обращающие на нас внимание. Мы с другом сидим там около пяти минут и ждём начала рейда, когда эта мама решила направиться к нам. Она подошла ближе и спросила, «И чем это вы тут занимаетесь, шпана?» Я спокойно ответила, «Играем в Pokemon Go? А почему вы интересуетесь?» Но это выглядит жутко и странно. Двое взрослых людей просто сидят в кустах возле парка. «Пошли вон отсюда! Вы пугаете моих малюток!» «Почему мы должны уходить? Что не так?» «Мы занимаемся своим делом. Может быть, это вам следует оставить нас в покое?» «Вы оба заставляете чувствовать меня и моих детей неудобно. Я не знаю, что это за покемон такой, но это звучит как глупое оправдание, чтобы следить за моими детьми. Вы наверняка какие-то озабоченные. Ходите по паркам и следите за малютками. Пошли вон, а то я полицию позову. Женщина, успокойтесь. Мы будем здесь ещё 10 минут. Скоро начнётся наш рейд. Мы вовсе не следим за вашими детьми. Зачем вы меня обманываете? Это не смешно!» Затем женщина возвращается в парк и с кем-то разговаривает по телефону. Примерно через 3 минуты она хватает своих детей и снова приходит вместе с ними к нам, громко крича, что теперь её дети не могут наслаждаться прогулкой в парке, потому что мы хотим их похитить. Она также начала объяснять своим малышам, которые выглядели младше 10 лет, что они должны покинуть это место, потому что мы собираемся причинить им боль. «Я была здорово сбита с толку такой сцены и даже не знала, что сказать. Это общественная тропа, городской парк для всех отдыхающих, обустроенное убежище для старта игры. В течение многих дней десятки взрослых играют в Покемон Гоу. Это было странно». Я же мать получила по заслугам от ЛГБТ. Я работаю в магазине Клеер, розничный магазин, ориентированный на товары, предназначенные для женщин. В тот день в наш магазин пришла женщина, которая явно была верующим фанатиком. На ней была футболка с надписью «Бог любит меня и моего ребёнка, но не радугу». Я думаю, все поняли контекст этой фразы. Она взяла какой-то товар и быстро направилась к кассе, где, к сожалению, стоял я. Важно в данном контексте, на мне была футболка с радугой и радужное ожерелье. Да, полная противоположность той женщины. Тебя нужно уволить на месте, а лучше побить. Я забыв о своей гордости и чувстве собственного достоинства. Эм, что я сделал не так? Сюда же приходят чаще всего женщины с детьми. Неужели ты не понимаешь, что ваша пропаганда может плохо повлиять на их столь юные неокрепшие умы? Зачем ты носишь такие вещи на работе? Ты это специально делаешь? Зачем это так ярко выражать и столь громко об этом заявлять? Потом и вырастают из-за таких, как вы, новые геи. Фу такими быть. Да что за чушь вы несёте? Оно так не работает. Человек либо гей, либо натурал. И я никак не повлияю на это. Да и вообще, я здесь лишь для того, чтобы выполнять свою работу кассира. Я же мать просто игнорировала меня и в конечном итоге заявила. Я хочу поговорить с вашим менеджером. Входит моя подруга Лесли и спрашивает я же мать. В чём проблема, мэм? Я же мать обращается к Лесли. Вы являетесь менеджером этого магазина? Да. Вы разве не видите, что надето на вашем работнике? На нём же куча этой противной атрибутики. Неужели вам совсем безразлично, кем вырастет будущее поколение? Да и вообще, зачем таких недолюдей принимать на работу? Вы же потакаете их желанием и пороком. Чего же вы от меня хотите? Ты меня не поняла, обезьянка? Уволить к чёртовой матери это существо и запретить носить такую одежду. Кого только в менеджеры не берут. Совсем безмозглые, видимо, работают. Я вроде понятно выражаюсь. Я вас поняла, мэм. Вы будете платить за товар, который у вас в руках или нет? Вы же за этим пришли сюда? Конечно же за этим. Но я не хочу, чтобы к нему прикасался этот недочеловек. А у вас только одна касса. Займись ты моим обслуживанием. О да, конечно же, мэм. Лесли говорила это с явно выраженным сарказмом, но глупая я же мать и этого не заметила. Спасибо большое, это для моей дочери и мне не хотелось бы осквернять этот предмет прикосновениями этого типа. Мне это чуждо. О да, дорогой клиент, вы так ценны для нас и нашего магазина. Конечно же я это сделаю для вас. Проговаривала Лесли, не пряча насмешки в своем тоне. Но я же мать так и ничего и не поняла. После того, как Лесли дала я же матери сдачу, та в свою очередь ее поблагодарила и направилась к выходу. Как вдруг Лесли не удержалась и наконец сказала. Кстати, я Лесли и я Би. Я же мать явно не готова была к этому. После этих слов она с отвращением бросила товар и сдачу на пол и выбежала из магазина. Я же мамку наказывает ее муж. Моя история произошла очень давно. Еще 25 лет тому назад я тогда еще был подростком, но это не важно. Возвращаясь домой, то ли со школы, то ли с колледжа и уже почти подходил к дому, но увидел то, что меня сам ангел заставил увидеть. Серьезно. Дело в том, что на нашей улице в то время у всех были очень низкие заборы. Такие, что мы могли просто идти и любоваться полянками и клумбами на передних дворах перед домами соседей. Благодаря этой особенности я увидел, как из передней двери дома моих соседей вышел малыш. Дверь была приоткрыта. На вид ему было 2-2,5 годика, не больше. Этот ребенок начал идти в направлении к проезжей части. Поэтому я замедлил шаг, чтобы в случае чего помочь или просто быть рядом. Это было лучшее решение в этой ситуации. Это не была маленькая спокойная улица, нет. Здесь ездила куча машин на скорости 30 миль в час. Ни один водитель не смог бы вовремя остановиться, просто без шансов. Поскольку на обочине были припаркованы другие машины, если бы малыш вышел на дорогу, то это было бы большой неожиданностью для всех на дороге. Этому мальчику на самом деле очень повезло, что рядом оказался неравнодушный человек. Мальчик уже перелез через маленький заборчик и пошел прямо на дорогу. Но я взял его за руку прямо возле припаркованных машин. После чего решил отвезти его домой, к родителям, чтобы ребенок не оставался один на улице. Я продолжал держать его за руку и начал потихоньку подводить к двери дома его родителей. Позвонил звонок, ждать долго не пришлось. Дверь открыл, как я уже позже понял, его папаша. Привет, я просто гулял и увидел вашего... Я же мать, которая пришла сразу же после мужика к двери. Что ты делаешь с Томасом? Отец ребенка сразу же удалился куда-то и дальше я разговаривал с этой мадам. Он был возле дороги и вот-вот... Вообще-то он был дома. Что ты врешь? Он был рядом с нами и смотрел телевизор все это время. Он почти что попал под колеса автомобиля на дороге. Ты врешь. Ты сейчас находишься на частной собственности. Ты напугал моего мальчика, негодяй. Дамочка орала так, что у меня заложило уши. И естественно, пацан тоже начал плакать. Вот видишь, он теперь плачет из-за тебя. Что ты с ним сделал? А ну отвечай быстро. Да ничего я не делал. Ваш сын выбежал на дорогу перед машиной. Я вовремя схватил его и привел к вам. Вы понимаете, что его чуть не задавила машина? Он играл на дороге. И что? Пусть ребеночек играет там, где ему хочется. Это его право. Но он может попасть под машину. Вы же это понимаете? Ты с ума сошел такое говорить? Машина не поезд, может и объехать ребенка. А ты не имеешь права прикасаться к нему. И вообще, я сейчас вызову полицию. Ты пытался похитить моего ребенка. Вы сами понимаете, что вы несете? Водитель же может не заметить вашего сына и тогда трагедии не избежать. Ты малолетка и сам не понимаешь, что говоришь. А я мать и мне лучше знать, где мой ребенок может играть, а где нет. Тебе понятно? Знаете что? Идите вы к черту. Однако уйти далеко я не смог. Мамаша начала орать на всю улицу, что я похититель и извращуга, что меня надо арестовать и так далее. На вопли пришел отец ребенка. Я же мать начала кричать, что я пытался похитить их сына. Мужик, конечно, напрягся, но после моих объяснений всей ситуации он отпустил меня домой, сказав спасибо и вручив сотню баксов. Уже отходя от их дома, я слышал, как мужик отчитывал даму за невнимательность и беспечность. Хотя я думаю, весь район слышал, как я же мамка получала по заслугам. Я же мать против адекватной матери. Мгновенная карма. Моя бабушка имеет давнее хобби. Она шьет классные вещи. В период карантина бабуля сделала мне, моей сестре и маме самодельные защитные маски из остатков разной ткани, которые она копила годами. Эти маски были довольно крутыми на вид. А теперь к истории. Когда мне исполнилось 18 лет, я решил подать заявку на расчетный изберегательный счет. Итак, мы с мамой пошли в кредитный союз. Я, конечно же, надела маску, которую подарила мне моя бабушка. На ней был чудесный рисунок Пакмен, что выглядело довольно круто. Моя мама надела маску сплошного светло-голубого цвета, на которую многие обращали внимание из-за яркой небесной расцветки накладки. Как только мы переступили порог заведения, сразу услышали громкие голоса. Кричал мальчик, и мать тоже громко возмущалась. Что вы имеете в виду? Мой ребенок не может получить личный текущий счет? У него же уже достаточно денег. Он три года подряд учился на отлично и получал от нас материальное поощрение за учебу. Сын женщины капризничал совершенно по-детски. Я хочу прямо сейчас иметь кредитную карту. Я должен сам получить свои деньги, потому что я уже взрослый. Оба кричали одновременно. Бедная сотрудница выглядела сильно растерянной. Она не могла сказать ни слова, просто сидела молча. Кстати, сейчас самое время упомянуть, что ребенку было около пяти, может быть, шести лет. Вот скажите, что может делать глупый пацан малого возраста с банковской картой? А потом этот паренек увидел мою маску. Дерьмо. Маленькое исчадие ада. Он мгновенно переключил свое внимание на меня. Потом начал дергать за руку мать. Я хочу такую маску, как на ней. Я же, мать, небрежно отмахнулась от сына. Ну тогда иди и возьми, пока я говорю с этой сотрудницей. Ненормальная мамаша сказала своему глупому отпуску подойти и снять маску с моего лица. Она ему разрешила это сделать, вы представляете? Поэтому он попытался осуществить свое желание, но ничего не получилось. Я оказалась слишком высокой, чтобы малолетний пацан мог схватить мою маску. Затем парень попробовал получить мою маску, запрыгнув на меня, но он снова потерпел неудачу. И я же, мать, в этот момент обратила на меня свое внимание. Девочка, отдай ему маску. Ты же уже большая девочка, уступи малышу. Мой мальчик получал почетные грамоты за учебу в течение трех лет. А значит, он заслуживает эту маску. Моя мама сразу оборвала ее, выступив вперед. Я пыталась ее остановить, но это было бесполезно. Теперь мама смотрела только на ежемамку. Слушай внимательно. Моя мама обучала детей в старшей школе уже почти 10 лет. Она смирилась с поведением некоторых неуправляемых учеников, но она никогда не терпела чрезмерного хамства. Моя мама сделала эти маски для нас, чтобы мы были в безопасности. Вы и ваш маленький сын должны оставить нас в спокое, или я вызову полицию. И я не разделяю ваше мнение по поводу успехов этого мальчика. Он обязан хорошо учиться, не ожидая вознаграждения. Ученик не ломбард. Это ваша проблема, как поощрять ребенка за отличную учебу. Не переводите все на деньги. Если вам так хочется поблагодарить парня, купите ему хороший подарок. И самое главное, научите его хорошим манерам. Нельзя брать чужое имущество. Но, боюсь, вам это не удастся. Вы сами невоспитанная и глупая мать. Женщина молча слушала гневные слова моей мамы. Лицо ее залилось краской. Она быстро ушла, и ее маленький чертенок тоже. Моя мама немного переживала после этого конфликта, но скоро успокоилась, и мы занялись оформлением. Хочешь больше видео с яшем мамками? Тогда обязательно напиши свои истории в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!